Система безопасности в СИЗО Система безопасности в СИЗО И комбатантам, и некомбатантам, и обычным людям, и людям, которые подозреваются или обвиняются в финансировании в СИЗО Если они там перевели свои бабушки 3 рубля, все террористы, все экстремисты Ну вот давайте просто разделим, люди, которые перевели 3 рубля там своей бабушке Это, ну, будем их условно называть все-таки какими-то мирными гражданами Которые, скорее всего, не способны на те действия, которые мы все-таки наблюдали сегодня Или я не прав? В том-то все и дело В том-то все и дело И блогер, который написал, что он против войны в Украине И таких случаев много, да? И если он призвал еще к каким-то действиям, там, против Путина, против военных, за ВСУ Тем более за, например, какой-нибудь там вот русский легион То это терроризм И мирный очкарик или подросток становится террористом И в этом и проблема И, конечно, у сотрудников должно быть в СИЗО, например, ну, 15 максимум человек Которые реально обвиняются в терроризме, которые являются террористами А у них вместо этого 300 человек Которые обвиняются в терроризме И откуда он знает, это мирный блогер или это реальный игиловец? Обвинения же звучат совершенно одинаково Совершенно одинаково Это первая проблема Вторая проблема, конечно, и в переполненности, и в недостатке сотрудников Но, собственно, а почему недостаток сотрудников? Потому что фронт через несколько десятков километров И тот же самый житель Ростова, который работает в СИЗО И получает 50 тысяч рублей максимум Может просто проехать на 50 километров южнее И записаться на фронт и получать уже 250 тысяч И быть в совершенно других условиях А если он запишется и попробует откомандироваться на оккупированной территории Для строительства новых тюрем Так он будет еще и в безопасности И зачем ему этот Ростов? Ну вот мы озвучивали информацию со ссылкой на Верску Что еще 9 лет назад фиксировалась переполненность камер в изоляторе Прокуратура фиксировала То есть это проблема переполненных именно этого СИЗО Она вот не последнее время связанная с войной Она, видимо, там системная И с года в год она никак не решалась Собственно, почему? Но эта проблема на самом деле судебная Сколько раз уже говорили И сколько раз мы обсуждали это со специалистами по пенциарной системе Что суды обычно ведут арестное дело Вот они арестовывают человека Говорят, все, везите в СИЗО И вот его привозят в СИЗО В Ростове 4 СИЗО 4 И СИЗО номер 1 имеет полное право не принимать Если у него перелимит Пусть везут в другое СИЗО Если откажут все 4 из СИЗО Везите обратно в суд, пусть приводят на домашний арест А почему они принимают? А потому что ленивые Потому что зачем? Зачем мы ссориться с судьями? Ну, кстати говоря, вот эти вот террористы Будем их так называть Судя по той информации, которую удалось нам получить Это люди, которые были уже, в общем-то, осуждены Судя по всему, они ждали апелляцию Они находились там уже в статусе осужденных С, по-моему, декабря прошлого года Так или иначе То есть они даже не арестованы Но это говорит лишь о том, что действительно переполненность Уже благодаря тем людям, которые уже осуждены И ждут какой-то апелляции Плюс наполняется вот такой вот текучкой У них были телефоны в руках Что это значит? Это значит, что можно легко очень пронести телефон Как это работает? Ну, у них были не только телефоны У них были ножи У них была символика исламского государства И мы с вами видели кадры, когда из соседней камеры Снимали побег тоже на телефон Ну, вот, собственно, я про это и говорю Да, из соседней камеры снимали побег на телефон Откуда? Если мы можем говорить, что они захватили телефон И террористы уже у самих сотрудников СИН То люди, которые сидели в соседней камере И снимали это на телефон У них-то откуда телефон? То есть легко пронести в СИЗО, получается, как минимум Мобильный телефон Очень легко пронести мобильный телефон И это, на самом деле, старый добрый бизнес Абсолютно всех сотрудников СИН В любой колонии, в любом СИЗО, в любой камере Есть, конечно, мобильные телефоны Кроме двух изоляторов в России Это Лефортовый изолятор ФСБ И изолятор 99-1 Кривенский Централ в Матросской Тишине То есть, понимаете, это два изолятора Не то чтобы рядом, а один над другим Один федерального подчинения А другой, собственно, московского подчинения И вот тот, который обычный изолятор 77-1 Вот там все что угодно Там несколько лет назад была, собственно Силами службы безопасности Сбербанка Обнаружен колл-центр Который, конечно, работал на сотрудников тюрьмы Разумеется Там с оборудованием И там все было И телефоном Тут даже оборудование колл-центра А тюрьма, которая на дни Которая федерального подчинения Где содержатся, так сказать, кремлевские узники Особо одаренные В свое время Ходорковский там содержался Навальный там содержался Сейчас адвокаты Навального там содержатся Там ничего этого нет Никаких, ни телефонов, ничего То есть, вот в некоторых местах Да, просто запрещена коррупция Вот очень-очень серьезно за этим следят А в остальных местах можно Ради бога, пожалуйста Редактор субтитров А.Семкин